Приветствую всех на своем канале. Сегодня у меня будет очень интересное видео не только для вас, но и для меня. Мне принесли орхидейку в очень изумительном состоянии. Я даже не уверена, выживет она или нет. Итак, приступим к показу этой орхидейки. Вот это орхидейка, которую мне принесли и попросили спасти. Сначала нужно осмотреть ее. На первый взгляд ничего особенного можно выбросить и забыть за нее. Но, интересно же, выживет она, либо не выживет. Смотрите, что я заметила. Вот эти зелененькие корешочки. Эти все мокнущие, в плохом состоянии. А там есть несколько зеленых корешочек. Нужно осмотреть шейку, вот это черное срезать, и посмотреть, может быть, все-таки удастся что-то для нее сделать. Девочка просила очень, говорит, она у меня такая красивая, я ее так люблю. Она даже была когда-то такая полосатенькая, нежная такая. Я говорю, вижу, сейчас тоже одни полосочки у нее. Черные, черные. Ну, сейчас приступим к тому, к осмотру данной орхидеи. И в конце видео посмотрим результат. Я попыталась навести камеру как можно лучше, чтобы вам было все видно. И сейчас приступаем к распотрошению этой орхидеи. Берем секатор. Секатор нет смысла уже даже обрабатывать в такой орхидейке. Поэтому будем пробовать что-то у нее увидеть. Этот корешок мокнущий. Его можно снять. Видите? Боже, все мокрое. Она говорит, такая красивая была. Сначала она начала сбрасывать листочки. Я ее держала, держала, обрезала все листья. Зачем она это сделала? Ну, не знаю. Наверное, так подсказала ее внутреннее я. Смотрите, все пустые, гнилые. Ну, вдруг выживет. Интересно же. Я говорю, а торфяной стаканчик ты вынимала? Она говорит, да. Смотрите, вот этот вот вроде бы живой. Вот плотный такой, хороший. Вот этот уберем. Сейчас придумаем какой-то способ для нее. Может, как раз выживет. Я, конечно, не совсем уверена. Но те же, смотрите, зелененькие. Смотрите, если их обрезать, зачем их обрезать? Попробуем спасти. Так, это уже радует. Теперь нам нужен хотя бы пенечек, чтобы был. Можно было бы, конечно, все срезать и забыть. Но интересно добиться. Хотя бы один листик был бы. Нету. Ни одного, ничего нету. Я ей сказала, что я не уверена, что она выживет. Что тут хотя бы что-то осталось. Если бы она раньше мне ее принесла, мы бы ее попытались спасти. Вот тут такая ситуация. Нужно все поснимать. И добиться какого-то хоть результата. Тут сухое все. Абсолютно все сухое. А сверху, где листики были, она сгнила. Значит, может быть, неправильно поливала. На лист поливала. Так. Это надо снять. Все мокнущее я поснимаю для начала. Кому интересно, смотрите видео. Ну, кому не интересно, можете отключиться. Потому что это такое, как хирургическое вмешательство к человеку. Это тоже самый вариант. Работа с кишечником. С внутренней стороной. Это же самое смешно. Что ж тут спасать, бедная орхидейка. Но все равно интересно поковыряться. Обсмотреть всю ситуацию. Я пока руками все делаю. Все. Мокнущее все сняла. Это все выбросим. А теперь самое интересное. Обсмотреть здесь стволик. Листик черный. А вдруг пустит. Это красота. Это черное я, конечно, срежу. Смотрите. Сухое. Черное. Казалось бы, что тут спасать. Но орхидеи бывают такие живучие, что из сухого пинька вырастает нормальная орхидейка. Только, конечно, займет много времени, чтобы она показала хоть какую-то почечку. Берем водичку. Просто водичку. И искупаем нашу орхидею. Это я выбросила. Надо ее хорошо вымыть. И посмотреть, что у нее там покажется. И придумать для нее свою систему, в которой бы ее можно было спасти. Водяная система ей не подойдет. Так как, если ее поставить в воду, она начнет гнить. Так как мы придумаем для нее личную систему выздоровления. Может, кому-то и смешно с такой орхидейкой что-то сделать. Как она может? Вот это играется. Придумывает себе людям. Но вы не думайте. С такой орхидейки бывало, что даже вырастает очень неплохая орхидея возобновляется. Не очень крепкие растения. Главное, смотрите, ствол сухой, не черный. Но если есть корни зеленые, значит, есть где-то жизненный стволик. Шейка где-то в каком-то месте живая. Что мы с ней сделаемся? Я беру туалетную бумагу. Уберу эту воду. Промокну хорошо эту орхидейку. Прямо туалетной бумагой промокну шеечку. Корни можно не промакивать. Обсмотрел ее, я решаю, что ее нужно поставить на наращивание корней и, может быть, даст ветку. Так как корешочки некоторые. Вот эти я тоже срезать черные не буду. Так как они все непонятно какие корни, я их оставлю так, как они есть. Сегодня я как бы доктор для орхидей, хирург, хирург внутренних органов. Все, я ее промокнула. Вот в таком состоянии будем наращивать, выращивать нашу орхидею. все, что не было лишнее, все я сняла, а за этой орхидейкой будем следить в дальнейшем и наблюдать за ее развитием или увяданием. Я думаю, развитие. Берем горшочек, вот такой кашпо с дырочкой. Внутрь я поставила керамзит немножко. А теперь по краю горшка налью обыкновенной воды, чтобы керамзит был влажным. И тем самым будет влажность воздуха повышенная. Сейчас, подожди, я рассказываю людям. Чай хочешь? Сейчас, зайчик, я доделаю видео и тебе сделаю два чая. Хорошо? И в горшочек помещаю орхидейку. Вот так, смотрите. Она будет находиться поверх горшка, не дотрагивая шейкой, ни в коем случае до воды не дотрагивая шейкой. Она дотронется корешочками в воде, но шейкой дотрагиваться не будет. И в таком состоянии будем следить за этой орхидейкой, надеяться, что она действительно выживет. Сверху я ее ничем накрывать не буду, просто поставлю на стол, на тумбочку. И не буду ее на окно ставить, а на тумбочку. И все, наблюдаем. Сегодня у нас 6 июля. Через недельку сниму продолжение видео про эту орхидейку. если вдруг она погибнет, все равно сниму видео, чтобы все знали, что с ней случится. А если что-то появится, это еще к лучшему. Все, всем удачи, всем пока, до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.